Парад принимает командующий войсками Ордена Ленина Краснознамённого Восточного Военного Болга генерал-полковник Суровихин Сергей Владимирович. Командует парадом заместитель командующего войсками Восточного Военного Болга генерал-лейтенант Цельков Владимир Генрихович. Товарищ генерал-полковник, войска Хабаровского гарнизона для парада вознаменования 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом генерал-лейтенант Цельков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте, товарищи суворовцы! Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы Великой Отечественной войны! Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы Великой Отечественной войны! Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы Великой Отечественной войны! Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы Великой Отечественной войны! Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы! Здравствуйте, товарищи воины и железнодорожники! Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы Великой Отечественной войны! Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы Великой Отечественной войны! Здравствуйте, товарищи воины и спасатели! Сержавьи! 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 Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы Великой Отечественной войне! Сержавьи! 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 Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы Великой Отечественной войне! Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Парад! Смирно! В торжественном маршу! Ворота! На одного линейного дистанции Первая рота прямо! Остальные направо! У! На плечу! Равнение направо! Шагом! Марш! Открывает парад рота барабанщиков Уссурийского Суворовского училища! Созданная в здоровые годы войны училище стало родным домом для детей защитников Отечества, отдавших свои жизни за Родину! За свою историю училище подготовило более 12 тысяч суворовцев! Они, став офицерами, несли и несут нелегкую воинскую службу во всех уголках нашей необъятной Родины! Суворовцы, будущее нашей армии! Именно этим ребятам продолжать ваши славные дела, дорогие ветераны! Перед трибуной идет знаменная группа! Знамя Победы – это символ, где заключается судьба десятков миллионов людей! Боль, слезы, кровь и лишение многочисленных народов нашей планеты! Это знамя олицетворяет собой не только военную победу, но и грандиозный успех всего человечества, показавшего, что в трудные моменты истории оно может объединиться! На центральной площади города кадеты Коваровской кадетской школы номер один имени прославленного плодоводца адмирала Петр Мушакова Лучшие традиции кадетского образования и воспитания в России стали приоритетными в деятельности школы Ежегодно кадеты являются победителями городской и краевой военно-патриотической игры «Патриот» Впереди парадного расчета Александр Гагаркин – один из лучших кадетов школы, чемпион Дальневосточного федерального округа по армейскому и универсальному рукопашному бою Чеханья шаг проходит рота почетного караула Восточного военного округа На центральной площади краевой столицы сводная рота офицеров штаба управлений отделов и служб Огена Ленина Краснознаменного Восточного военного округа По разным расчете лучшие офицеры, классные специалисты, мастера военного дела Благодаря их самоотверженному кратному труду, округ твердо удерживает ведущие позиции вооруженных сил России Перед трибуной проходит сводная рота парадного расчета Краснознаменного объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны По звуке торжественного марша в парадном строю проходят наследники прославленной 22-й стрелковой дивизии Военнослужащие отдельной дважды краснознаменной Краснотарско-Карвинской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Сформированной в 1918 году героем гражданской войны Василием Ивановичем Щипаевым По площади проходит парадный расчет курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза Рокоссовского За свою историю училище стало настоящей кузнецей офицерских кадров, подготовив более 28 тысяч офицеров Сегодня училище готовит офицеров для подразделений морской пехоты, мотострелковых горных и арктических подразделений Мимо трибуны, печатая шаг, проходят военнослужащие бригады специального назначения Восточного военного округа Командование округа доверяет им важные и ответственные задачи, которые они выполняют с честью Каждый воин уверенно владеет теми видами современного оружия, готов выполнить поставленные задачи в любом месте земного шара В торжественном марше идут военнослужащие Тихоокеанского краснознаменного ордена Бутузова 2-й степени окружного учебного центра В годы Великой Отечественной войны соединение Зорко стояло на страже дальневосточных границ Советского Союза За годы войны было сформировано и отправлено в состав действующей армии более ста маршевых рот В братном строю проходит личный состав отдельной мотострелковой бригады Восточного военного округа Соединение сформировано 1 июня 2009 года и является наследником боевых традиций 3-й ударной армии Овладевший столицей фашистской Германии городом Берлина в мае 1945 года и водрузивший знамена над Рестагом В настоящее время офицеры, солдаты и сержанты бригады с честью выполняют свой воинский долг Осваивают новые образцы вооружения и военной техники В трибуне чеканья шаг приближается сводный батальон 7-й отдельной Ордена Трудового Красного Знамени Железнодорожной бригады Восточного военного округа Сформированное в конце 30-х годов прошлого столетия Соединение в годы Великой Отечественной войны выполняло боевые задачи в составе Юго-Западного фронта Ровными шеренгами проходят воины батальона В списке которого навечно зачислен герой Советского Союза Виктор Петрович Мирошниченко Перед вами парадная рота спасательного центра Министерства по чрезвычайным ситуациям России Личный состав центра одним из первых принимал участие в ликвидации посредствий стихийного бедствия Произошедшего в Таневосточном регионе в 2013 году С 1994 года воины-спасатели приняли участие в ликвидации последствий более 50 крупных чрезвычайных ситуаций Мимо трибуны чеканья шаг проходит парадный расчет Хабаровского соединения Восточного регионального командования войск Национальной Гвардии Российской Федерации Солдаты и офицеры войск являются наследниками ратной славы внутренних войск МВД России Включенных указом президента Российской Федерации в федеральную службу войск Национальной Гвардии России В годы Великой Отечественной войны части и соединения войск правопорядка Участвовали в боях с немецко-фашистскими захватчиками Вели борьбу с вражескими десантами и диверсантами, националистическими бандами На центральной площади города Хабаровска парадные роты курсантов Дальневосточного юридического института Министерства внутренних дел России, которому 6 августа исполняется 95 лет За годы своего существования учебное заведение подготовило и выпустило более 35 тысяч специалистов для органов внутренних дел Из них более двух десятков стали руководителями различных силовых структур с присвоением звания генерал За 95 лет своей истории институт не раз менял свое наименование, статус Но для многих поколений и выпускников неизменным оставалось одно Патриотизм, верность долгу и профессиональная честь Вдоль трибуны проходят курсанты Хабаровского пограничного института Федеральной службы безопасности России Единственного высшего учебного заведения в Дальневосточном регионе Которое готовит квалифицированные офицерские кадры для органов государственной безопасности За годы существования институтом подготовлено более 4 тысяч офицеров Упускники института с чувством гордости относятся к избранной профессии На всех участках государственной границы Российской Федерации От Камчатки и Сахалина до Калининграда и Кавказа Они с честью и достоинством несут высокое звание российского офицера Продолжают следовать лучшим традициям представителей старших поколений, защитников границ Родины Парад войск Хабаровского гарнизона продолжает боевая техника На площади легендарный советский танк Т-34 Прошедший через все героические сражения Великой Отечественной войны Танк Т-34 является самым известным советским танком И одним из самых узнаваемых символов Второй мировой войны В парадном расчете знаменитой машины БМ-13 «Катюша» 26 июня 1941 года была завершена сборка первых серийных пусковых установок Знаменитая «Катюша» оставила свой незабываемый свет в истории С тех пор, как 14 июля 1941 года это секретное оружие буквально стерло с лица земли вокзал в городе Ворше Вместе с немецкими эшелонами, войсками и техникой По площади проходит колонна из 18 ретроавтомобилей и мотоциклов прошлого столетия Хабаровского клуба «Авторетро-100» Это знаменитые «ГАЗ-М1», «ДОДЖ-34», «ГАЗ-67», «Виллисы», легендарные «Полуторки» «ГАЗ-АА» и «ГАЗ-ММ», «Трехтонка ЗИС-5», прошедшие через всю Великую Отечественную войну Все машины принимали участие на Дальневосточном театре боевых действий И освобождали северо-восток Китайской Народной Республики от милитаристской Японии Сопровождают «ГАЗ-М1» знаменитый мотоцикл времен Великой Отечественной войны М-72 И его модернизированный потомок – тяжелый мотоцикл К-750 В автомобилях активные участники клуба в форме военнослужащих времен военных лет Резервисты Восточного военного округа В настоящее время клуб насчитывает в своей коллекции около 70 работоспособных ретроавтомобилей Постоянный участник всероссийских автопробегов по Хабаровскому краю Организует фестивали автоэкзотика Дальнего Востока Автогонки на приз героев России Проводит большую военно-патриотическую работу в общеобразовательных учреждениях В домах ветеранов края, в воинских частях силовых ведомств Президент клуба, заслуженный работник транспорта Российской Федерации Почетный гражданин города Хабаровска Участник событий на острове Даманский Майор запаса Насыров Анатолий Аблемитович Клуб авторетро, образованный в 1996 году 17-й раз принимает участие в Хабаровском параде победы И каждый раз увеличивает количество единиц техники, участвующей в военном параде Танк Т-80 Имеет на вооружении 125-мм пушку Пулемет ПКТ, зенитный пулемет Танк Т-80 является одним из основных бронированных машин сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации За рычагами грозных боевых машин Военнослужащие по призыву окружного учебного центра Танк Т-72 Принят на вооружение в 1973 году Максимальная скорость танка 60 км в час Оснащен 125-мм пушкой Способной совершить 8 выстрелов в минуту Двигатель танка приспособлен к работе на дизельном, реактивном топливах и автомобильном бензине Состоит на вооружении 36 стран мира На протяжении 4 лет эти танки участвуют во всеармейском и международном конкурсах по танковому биатлону На марше боевая машина пехоты ПМП-2 Под управлением лучших военнослужащих мотострелкового учебного центра Восточного военного округа Предназначено для транспортировки личного состава к переднему краю Повышение его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя В условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками боев Имеет на вооружении автоматическую 30-мм пушку Пулемет ПКТ ПТУ является основной бронированной машиной для мотострелковых войск Продолжают парад знаменитые бронированные машины повышенной проходимости БТР-80 Управляют бронированной боевой машиной военнослужащие по контракту Добившиеся высоких результатов боевой подготовки в зимнем периоде обучения На центральной площади Хабаровска армейский многоцелевой бронеавтомобиль повышенной проходимости ТИГР Поступающий на вооружение специальных подразделений Восточного военного округа По программе перевооружения российской армии Бронированный автомобиль имеет третий класс баллистической защиты Специальный автомобиль с броневой защитой УСАП Находится на вооружении специальных подразделений российской армии Предназначен для перевозки личного состава в местности с повышенной опасностью нападения С применением огнестрельного оружия В кузове автомобиля монтируется пулемет или автоматический гранатомет Из которых можно вести прицельный огонь прямо на ходу Широко применяется в труднодоступной местности для выполнения учебных и боевых задач Способен развивать максимальную скорость до 150 км в час Минометный комплекс «Сани» предназначен для поражения живой силы и огневых средств Комплекс принят на вооружение в 1981 году При этом является уникальным средством борьбы с пехотными соединениями противника Дальность стрельбы от 480 до 9000 метров Минометные батареи, вооруженные комплексом «Сани» Организационно входят в состав мотострелковых батальонов Гладкоствольное противотанковое орудие МТ-12 «Рабира» Оригинальность конструкторских решений Широкая унификация деталей и механизмов Большие эксплуатационные возможности Высокая маневренность на поле боя Скорострельность, возможность применения в любых погодных условиях Позволили зарекомендовать орудие как эффективное средство борьбы Не только с танками и другими средствами бронетехники Но и для уничтожения амбразур долговременных огневых точек противника Орудие способно производить 6 выстрелов в минуту На дальность более 8 км 122-мм гаубица Д-30 Находится на вооружении более 40 лет Предназначена для уничтожения и подавления живой силы И огневых средств пехоты противника В том числе находящихся в укрытиях полевого типа За счет своих конструктивных особенностей Обеспечивает круговое ведение огня И поражение наземных целей противника На дальности свыше 15 км Благодаря своим уникальным характеристикам Орудие находится на вооружении 35 стран мира Сегодня гаубицы традиционно примут участие В составе салютного артиллерийского дивизиона На праздничном салюте в честь Дня Победы На набережной реки Амур Города войской славы Хабаровска Модернизированная реактивная система Залпового огня «Торнадо» Находится на вооружении подразделений Ракетных войск и артиллерии сухопутных войск Система предназначена для нанесения Одиночных и залповых ударов По командным пунктам Минометным и артиллерийским батареям Бронетехники и живой силе противника Находящимся в укрите или на открытой местности На марше при их развертывании в боевое положение И непосредственно в полосе обороны Является дальнейшим развитием легендарных «Катюк» На марше самоходная пусковая установка Оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Ракета комплекса может доставлять к цели Кассетную, проникающую, осколочно-фугасную А также ядерную боевые части Это позволяет поражать малоразмерные и площадные цели Среди которых огневые средства противника Авиация на аэродромах, командные пункты Мобильность, точность и мощь Три основных качества, делающих оперативно-тактический ракетный комплекс Одной из самых опасных систем вооружения Средством сдерживания крупномасштабной агрессии Против Российской Федерации «Искандер-М» продолжает интенсивно поступать на вооружение ракетных бригад Восточного военного округа В рамках перевооружения российской армии Пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС Состоит на вооружении Воздушно-космических сил России И подразделений противовоздушной обороны многих зарубежных государств Зенитный ракетный комплекс способен сопровождать и уничтожать до шести воздушных целей одновременно С-300 с момента создания был признан одним из лучших в мире Среди средств уничтожения воздушных целей Является родоначальником новых зенитных ракетных комплексов С-400, С-500 Боевые расчеты гвардейского зенитного ракетного полка, где стоит на вооружении комплекс С-300 Всегда показывают высокую боевую склаженность, уничтожая на учебном полигоне все воздушные цели Боевая машина «Дозор» предназначена для обеспечения действий личного состава При выполнении широкого круга задач по охране территории и патрулирования Вооружена пулеметом «Хорт», 30-мм автоматическим гранатометом «Пламя» Завершает парад военной техники ремонт на эвакуационная машина РНКЛ Эта спецмашина успешно несет свою вахту в армии и плодотворно трудится в гражданских отраслях России Предназначена для проведения текущего ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации автомобильной техники многоцелевого назначения Вооружение на ее базе и автомобильной техники хозяйственного назначения полной массой до 16 тонн В торжественном блеске военных парадов и просто в строю на плацу Мы звуком оркестра военного рады, он всем ритуалом клинцу Давай, дирижер, музыкантам команду, пусть медь звонких труб запоет Военная музыка, грусть и провада нас к новым свершениям зовет Звучит музыка Завершает прохождение сводный оркестр Хабаровского гарнизона Под руководством начальника военно-оркестровой службы Восточного военного округа Подполковника Вадима Пахомова Звучит музыка 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...